Добрый день! Вы на канале Хобби МК. И сегодня мы с вами будем вязать одного из самых простых котиков амигуруми. Описание я взяла из японского журнала. Котенка мы будем вязать сидячим. Для работы лучше взять ниточки потолще, так как котенок у нас будет небольшим. Начинаем вязать голову. Голова вяжется по спирали без соблюдения рядов. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстие. Второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд. Прибавка это когда в один столбик предыдущего ряда мы провязываем сразу 2 столбика без накида. В конце второго ряда у нас по кругу получится 12 столбиков. Обратите внимание, я сразу же ввязываю хвостик. Третий ряд провязываем по схеме столбик без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце третьего ряда у нас по кругу должно получиться 18 столбиков. Четвертый ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию также 6 раз. В конце четвертого ряда у нас по кругу должно получиться 24 столбика. Пятый ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце пятого ряда у нас по кругу должно получиться 30 столбиков. Шестой, седьмой и восьмой ряд вяжем без прибавок и убавок по 30 столбиков по кругу. Провязан восьмой ряд, девятый ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз и в конце ряда у нас останется 24 столбика по кругу. Убавки мы делаем за передние стенки петель. То есть подхватываем на крючок переднюю стенку первой петли по ходу вязания, переднюю стенку второй петли по ходу вязания. Провязываем вместе 2 передние стенки и 2 петли с крючка. Вот так выглядит невидимый убавочный столбик. Его практически не видно в вязании. Продолжаем до конца ряда. Комбинацию 3 столбика без накида, убавка. Десятый ряд провязываем без прибавок и убавок 24 столбика по кругу. Одиннадцатый ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце одиннадцатого ряда у нас по кругу останется 18 столбиков. Двенадцатый ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В конце двенадцатого ряда у нас по кругу должно остаться 12 столбиков. Я завершаю вязание головы соединительной петелькой, чтобы сгладить окончание ряда. И обрезаю ниточку, оставив хвостик для пришивания головы к телу. Вот такая голова котенка у нас получилась. Теперь будем вязать ушко. Ушко мы вяжем теперь уже с соблюдением рядов. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Обратите внимание, мы делаем воздушную петлю на подъем. Внутрь кольца провязываем 5 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстие. И нам нужно сделать соединительную петлю в первый столбик ряда. Обратите внимание, не перепутайте. Вот здесь с воздушной петелькой на подъем первую петлю нам нужен именно столбик без накида. Если сомневаетесь, пересчитайте. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда в пятый столбик нам нужно вводить крючок. Подхватываем рабочую нить и делаем соединительный столбик. Первый ряд завершен. Поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой. Начинаем провязывать вот сюда в основании воздушной петли. Провязываем. Столбик без накида. Прибавка. Еще раз столбик без накида. Прибавка. И последний столбик без накида. Мы сделали 2 прибавки. И в конце ряда у нас получилось 7 столбиков. Замыкаем второй ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Вот наш первый столбик ряда. То есть мы пропускаем столбик без накида, воздушную петельку и вот сюда вводим крючок. У нас получился пропуск столбика без накида, так как первый столбик мы провязывали в основании воздушной петли. Так делают специально, если вдруг вязание идет с рисунком, чтобы рисунок не сбивался на сторону. Поднимаемся на третий ряд воздушной петелькой. Провязываем прибавку 2 столбика без накида. Еще один раз прибавка, 2 столбика без накида. И завершаем ряд прибавкой. Всего у нас сделано 3 прибавки. И в конце третьего ряда у нас по кругу получилось 10 петелек. Пропускаем столбик без накида в воздушную петлю и замыкаем ряд соединительной петелькой. Поднимаемся на четвертый ряд воздушной петлей. Провязываем 3 столбика без накида, прибавка. 2 столбика без накида, прибавка. И делаем еще 3 столбика без накида. Замыкаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Я делаю воздушную петлю, вытягиваю ее. И обрезаю ниточку, оставив кончик для пришивания ушка. Всего у нас по кругу получилось 12 столбиков. Складываем ушко вот тут, по границе рядов. Вот такое ушко у нас получилось. Дальше мы будем вязать с вами хвостик. Начинать хвостик я буду белой пряжей. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Так как у нас будет идти смена цвета, чтобы она была красивее, и не было лесенки по границе смены цвета, мы будем вязать с соблюдением рядов. Делаем воздушную петельку на подъем. Внутрь кольца провязываем 5 столбиков без накида. Стягиваем отверстие. И делаем соединительную петлю в первый столбик ряда. Помните, что нельзя перепутать первый столбик без накида с воздушной петелькой на подъем. Поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой и провязываем второй ряд 5 столбиков без накида в соединительную петлю. Я сразу же ввязываю хвостик. Вытягиваю петельку, обрезаю ниточку. Дальше продолжаем вязать хвост оранжевой пряжей. Я присоединяю нить в том же месте, где у меня закончилось вязание. Присоединяю на воздушную петлю, притягивая хвостик к изделию. С этого же места провязываем третий ряд. 5 столбиков по кругу. Обратите внимание, так как у нас уже цвет поменим, смысла вязать с соблюдением рядов у нас нет. И дальше я вяжу по спирали без воздушных петелек на подъем и соединительных столбиков в конце ряда. Пятый столбик третьего ряда провязан. Аккуратненько подтягиваем хвостики, заправляем их все внутрь. И вот я перехожу. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда я ввожу крючок. Перехожу сразу к четвертому ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Всего хвостик должен иметь 8 рядов. Продолжаем вязать по 5 столбиков без накида. Завершаем вязание хвоста соединительной петелькой, чтобы сгладить окончание ряда. И обрезаем ниточку, поставив кончик для пришивания. Вот эти невязанные хвостики мы заправляем внутрь при помощи цыганской иглы или просто зубочисткой. Вот такой хвостик у нас получился. Абсолютно так же вяжем еще 4 лапки. Только обратите внимание, лапки у нас будут состоять из 6 рядов. 2 ряда по 5 столбиков, это у нас будет начало лапки. И 4 ряда по 5 столбиков, это у нас будет оранжевая часть лапки. Начинаем вязать тело игрушки. Тело будем вязать без соблюдения рядов по спирали. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстие. Второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд. В конце второго ряда у нас по кругу будет 12 столбиков. Обратите внимание, я сразу же ввязываю хвостик. Третий ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, прибавка. Провязываем 3 раза. Столбик без накида, прибавка номер 2. И столбик без накида, прибавка номер 3. И в обратном порядке прибавка, столбик без накида, тоже 3 раза. Прибавка столбик без накида 1. Прибавка столбик без накида 2. Прибавка столбик без накида 3. Всего по кругу мы сделали 6 прибавок. И в конце ряда у нас получилось 18 столбиков. Четвертый ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, убавка за передние стенки петель. Дальше вяжем подряд 12 столбиков без накида. Потом провязываем убавку. И столбик без накида. Всего по кругу мы сделали 2 убавки. И у нас осталось 16 столбиков. Пятый ряд провязываем по схеме. Шесть столбиков без накида, прибавка. Два столбика без накида, прибавка. И еще 6 столбиков без накида. Так как мы всего сделали 2 прибавки, у нас по кругу снова получилось 18 столбиков. Шестой ряд провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков по кругу. В седьмой ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, убавка. Дальше 2 столбика без накида, убавка. Четыре столбика без накида, убавка. Дальше 2 столбика без накида, убавка. И последний столбик без накида. Всего мы с вами по кругу сделали 4 убавки. И в конце ряда у нас осталось 14 столбиков. Восьмой ряд провязываем без прибавок и убавок 14 столбиков по кругу. Девятый ряд провязываем по схеме. Убавка. 10 столбиков без накида, убавка. Так как мы сделали с вами 2 убавки, у нас по кругу осталось 12 столбиков. Десятый ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков по кругу. Завершаем вязание тела соединительной петелькой. Так как мы оставляли ниточку для пришивания на голове, на теле ее оставлять не нужно. Вот такое вот тельце у нас получилось. Убираем в стороночку и сейчас нам нужно вывязать мордочку. Мордочку я вяжу белой пряжей. Набираем цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Начиная со второй петли от крючка, провязываем 2 столбика без накида. В последнюю петельку цепочки провязываем сразу 4 столбика без накида. Хвостик я оттягиваю назад. По цепочке провязываем 1 столбик без накида. И в последнюю петлю цепочки провязываем сразу 3 столбика без накида. Завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. У нас по кругу получилось 10 столбиков. Поднимаемся на второй ряд воздушной петелькой. И провязываем 3 столбика без накида за 1 раз вместе. То есть это будет убавка на 3 столбиках. Обратите внимание, первую убавку я подхватываю вот здесь, в основании воздушной петли. 1, 2, 3. Протягиваем за 1 раз и провязываем 2 петли из крючка. Дальше делаем 2 прибавки подряд. 1, 2. Провязываем столбик без накида. В следующую петлю провязываем прибавку столбиками с 1 накидом. Делаем накид. И провязываем столбик с 1 накидом. Второй накид. И в ту же петельку вводим крючок. Провязываем второй столбик с 1 накидом. Дальше в следующую петельку делаем столбик без накида. Дальше вяжем 2 прибавки подряд. И завершаем ряд соединительной петелькой в первый столбик ряда. Как вы помните, это у нас балочная петля. Получилась вот такая вот мордочка. Она слегка треугольной формы. Вытягиваем петельку, оставив хвостик для пришивания мордочки. Дальше приступаем к сборке игрушки. Вот берем нашу мордочку, шовчик я оставляю сзади и начинаю отсчитывать. Нам нужно вставить глазки между восьмым и девятым рядом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я беру безопасный глазик и вставляю его в отверстие. Фиксирую ограничителем. Дальше между глазиками у нас должно быть 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда вставляю второй безопасный глазик. Теперь можно набить голову синтепоном. Набиваем плотно, но так, чтобы не было растяжения полотна. Так же нам нужно набить тело, лапки и хвостик. Здесь есть небольшой секрет, так как вязание у нас очень мелких деталей. Я вот эту часть набивала синтепоном, а вот эту оранжевую я набивала остатками этой же пряжи. В этом случае у нас набивка не просвечивается через мелкие детальки. Тельце готово. Берем иглу с толстым ушком и вдеваем в нее ниточку. Теперь обратите внимание на тело. У нас есть небольшой изгиб. Вот здесь у нас попка, вот здесь брюшко. Попарно совмещаем петельки. Две стенки петли на голове, две стенки петли на теле. Снова следующие две стенки петли на голове. Следующие две стенки петли на теле. Помним, что у нас и по голове и по телу 12 петелек открытых. Остаток пряжи прячем под столбики без накида. Чтобы хвостик гарантированно не выскочил, нужно провести ниточку минимум под пятью столбиками. Так мы можем обойтись без всяких узелков. Голова пришита к телу. Теперь берем мордочку. Уголочком располагаем вверх и пришиваем вот так, между глазками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В процессе пришивания мордочки не забудьте наполнить ее немножко синтепоном, чтобы придать небольшой объем. Мордочка пришита. Дальше начинаем пришивать ушки. Ушки располагаем между вторым и шестым рядом. 1, 2, я делаю подкол булавочкой 3, 4, 5, 6. Откалываю за шестым рядом вторую булавочку и чуть-чуть прогибаю ушко назад, чтобы оно у нас располагалось с буковкой С. Вот так. Теперь берем второе ушко и симметрично его намечаем. Теперь можно пришивать. Во время пришивания, обратите внимание, мы подхватываем две стенки петли с одной стороны ушка, две стенки петли со второй стороны ушка. и только потом делаем стежок по голове. Снова следующие две стенки петли с одной стороны ушка, две стенки петли со второй стороны ушка. Еще один стежок по голове. После пришивания ушка точно так же прячем хвостик. И я прячу, обратите внимание, через 4 столбика в одну сторону и через 4 столбика в другую сторону. Это позволяет нам не использовать узелки. Задние лапки я пришила в параллельную направлению рядов, между вторым и четвертым рядом. Передние лапки я пришила между задними лапками, вот так, на уровне восьмого ряда и оставила один столбик между лапками. Хвост я пришила между первым и третьим рядом. Так же я вышила носик и ротик. И слегка притянула голову назад, чтобы он не смотрелся перевернутым. Вот такой котеночек у меня получился. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok